вот можно посмотреть что из себя представляет обычное движение на таком перекрестке чуть подальше от центра по пешеходной дорожке едут парни на электрических мопедах и электрических скутерах ну а также на великах тут вот видите отгорожено по сути эта проезжая часть для великов такой вот заборчиком здесь идет стройка поэтому по сути пешеходы идут по одной и той же проезжей части проезжей части что и электрические мопедисты и велосипедисты здесь можно посмотреть как должно быть то есть вот она проезжая часть для великов и электроскутеров а вот она пешеходная улица тротуар проще говоря вот можно посмотреть соотношение машин с зелеными номерами и синими то есть электрических и с обычным двигателем на бензине правда с точки зрения статистики чем меньше выборка тем более она не про не правдоподобно то есть не соответствует действительности но тут примерно можно посмотреть что соотношение где-то 50 на 50 гуанчжоу сколько машин с зелеными номерами и столько же примерно синими если смотреть в течение в течение минуты то кажется примерно так 50 на 50 зеленый номер подразумевает не не только чистую электрику но и гибриды тоже сейчас у нас есть немножко времени мы пройдем на рынок чая здесь гуанчжоу есть такой знаменитый рынок но об этом наверное отдельно и по дороге вот можно посмотреть как проводят пенсионеры свой обычный день они здесь рыбачат не знаю конечно какая тут рыбка но речка это кажется не очень чистый пока мы ждем тут заказали небольшие чайнички и наверное покупают срочно на алиэкспрессе нам сюда принесут в этот магазин это собственно рынок есть пять минут поговорить что такое то есть это рынок фанк чун рынок чайный квартал чайный квартал гуанчжоу многие люди которые там увлекаются китайским чаем это достаточно сейчас такая популярная тема этот рынок знают то есть кто занимается там оптовыми закупками чая тем более здесь просто очень большой такой исторический рынок он есть в качестве павильонов то из таких торговых центров здесь есть просто такие магазинчики на улице здесь продают чай оптом и в розницу тоже ну конечно оптом то и так то это оптовый рынок и есть магазинчики вот тоже из посуды различные для именно способа употребления чая по китайски так надо сказать это может быть не совсем китайская там чайная церемония она достаточно сложная сама по себе то есть это просто вот все что связано именно с технологией употребления чая по китайски она несколько другая я наверно могу сравнить вот как пью чай в трех странах да получается то есть других каких-то обычаев не знаю я не знаю в китае в россии в индии то есть если в россии мы там просто большинство людей например заваривает такой чай какой-то черный цивилонского на предпроисхождение или еще кого-то другого и эту заварку мы пьем там два дня наверно а если если кто-то кто-то еще более ленив то ее просто убирают холодильнике и там пьют вообще несколько дней многие так делают но я тоже честно говоря так делаю иногда поэтому у нас вот заварка это служит чем-то таким что подкрашивает кипяток и придает ему цвет и аромат да чтобы можно было эту жидкость пить не просто как воду а со вкусом что-то такое со вкусом чая это большинство наверно так делать конечно есть люди которые сделают все более аккуратно и там заварку по два-три дня не хранят тем более в холодильнике неделю индусы они делают по-другому то есть у них в основном это называется до 2 лача то есть на основе молока дуд и там в качестве кипятка используется молоко подогретое там до температуры не знаю сколько она там 70 градусов наверно пока она не закипит то есть на специальные чайники у них для этого и они поддерживают именно эту температуру чтобы молоко не кипела то есть термостаты именно рассчитаны на эту температуру и его просто такое вот горячее молоко наливают и туда как правило опускают обычный пакетик с чаем такой же как у нас магазине и получается вот такой чай с молоком точнее молоко с чаем здесь и это очень популярная кстати такая именно технология заваривания чая китайская технология она несколько другая у нее есть свои плюсы и минусы да но плюсы какие то есть здесь чай пьется свежим это значит подогрели кипяток если не заморачиваться со всякими красивыми манипуляциями которые можно увидеть там где-то как этот чай заваривают церемониями то просто надо пролить его по сути дела и тут же можно пить ну там если кто-то хочет можно его чуть-чуть настоять там минуту где-то я показывал как это происходит на фабрике например в чунцине то есть просто вот положили заварочку зеленый чай пролили чай этот кипяточком и все можно попить попили там можно час сидеть так это чаепитие общем то продолжается сколько угодно остатки смыли просто и все так у чай попили нет никаких там заварочных чайников которые стоят в холодильнике неделю всего прочего ну а вот для того чтобы пить чай по китайски есть определенные там инструменты да то есть вот например интересная штука можно увидеть это разное поколение технологии для заваривания чая по китайски здесь по сути вот это такая глиняная емкость и сюда можно положить угли если хочется но это красиво но очень конечно не практично это может быть для тех людей которые снимают видео чтобы это все выглядело интересно то есть сюда засыпается угли может быть даже от кальяна можно использовать потом здесь не нагревается кипяточек ну и дальше уже заваривается вот в каком-нибудь таком чайнике да в любом в принципе какие тут есть вот на примере таких вот походных наборчиков которые тоже у нас на продаются в элберри с яндексе аллазония да и на лики тоже можно купить повсеместно можно посмотреть что все достаточно просто по сути тут все есть для того чтобы заварить чай по ски сюда засыпается чай зеленый заливается кипяток накрывается все это вот так вот здесь вот есть дырочки ну и все можно в принципе разлить вот в эту в графинчик да такой аналог графинчик из которого уже разливается в чашечке а можно напрямую в чашечке и все следующий раз пролили чай да можно эту же заварку собственно проливать там по нескольку раз говорят до 10 раз но не знаю и мне кажется 1 5 максимум и он будет еще иметь какой-то вкус и аромат и все то есть когда это заварка там 1 5 уже пролито использовано можно и выбросить и засыпать что-то следующее можно увидеть наверно 10 разных разновидностей вот эти гонг-фу гонг-фу то есть заварочных чайников здесь том числе есть вот такие подешевле попроще есть которые с хлопанами различными их очень много но тут как бы все тоже достаточно там много заморочек потому что здесь вот такой сито если туда засыпать заварку то вытряхивать ее потом промывать все это тоже непросто поэтому ну мне кажется чем проще тем лучше можно все это заварить даже в обычном таком чайнике вот вот наверно вот такого даже типа без всяких там ситечек и без всего можно увидеть в интернете немало видеороликов с профессионалами такими или с блогерами которые заваривают чай по китайской технологии вот они очень умело как бармены манипулируют вот такого рода чайниками прям крутят их в руках и потом из них наливают уже гостям чай то есть на если человек наверно научился этим приемом манипуляции чайником красивыми то он наверно в китае очень много может зарабатывать как такой чайный церемонт или барн бармен только что касается чая сейчас мы купим немножко чая конечно на развес раз уж мы пришли на рынок чая он можно посмотреть он тут относительно недорогой это пакет она на самым популярными сортами кто два или три всего мы возьмем тегуанин и даже тегуанин есть тут разного качества мы возьмем за сколько за 80 по моему 80 юаней за полкило то есть сколько там тысячи рублей получается за полкило чая в результате мы купили пакетов это половина дзина то есть проще говоря 250 грамм здесь и сразу запаковывать чай пересыпают из больших пакетов такие уже поставочные и запаковывают в вакуумной машинке получается достаточно компактно где-то в чунцине я показывал вот такой чай это сушеная сушеная кожура мандаринов только она какая-то очень дорогая потому что есть технология судя по всему которая ферментирует это все и потом его просто заваривают кипяточки получается чай не знаю не могу сказать что это вкусно то есть это получается водичка с запахом мандарина а вот это фаршированная мандарина мы тоже где-то мы их ведь где-то уже видели то есть это мандаринка и внутренние засыпан вот можно посмотреть чай типа пуэр например черный все это конечно китайцам нравится но я не могу сказать что нам это тоже нравится нам наверное что-то попроще вот чай например мандаринками стоят 460 юаней за полкило за один зим то есть если умножить на 13 это 5000 рублей за полкило казалось бы сушеные мандаринки что в них может быть такого но здесь опять же технология но и маркетинг то есть многие люди хотели бы хотели бы купить на такой чай вот можно посмотреть тоже у каждой станции метро есть такая перехваточная парковка здесь она еще больше хотя это окраина по идее то есть далеко центра все вот это электрические мопеды и скутеры которые здесь оставляют для того чтобы пересесть на метро здесь живота велики опять же арендован который можно арендовать тут со всех сторон вокруг метро таких парковок несколько